Итальянский футбол Сицилия, если вам приходилось в Италии бывать, то что такое Сицилия, вы знаете, дело тут не в знаменитой на весь мир итальянской мафии, дело вообще в особом колорите, Сицилии касается это всего, ну кстати и мафии в том числе, и жизни просто общественной, и футбола, потому что в Италии-то вообще люди футболом болеют, но на Сицилии все это возведено в энную степень, то есть в разы, я даже рискну предположить, вся страсть увеличивается, И сегодня вот здесь как раз на Сицилии принимает катание Интер, тут засвистывали миланцев так чудовищно перед началом, и стадион Анджело Массимино просто ревел, когда появились футболисты катания на поле, и вот теперь давайте посмотрим, как Стефано Фарино, вот он на ваших экранах, один из самых известных итальянских арбитров, как он даст свисток, но это только самое начало, стадион загудел, он здесь полный, в Италии вообще в последнее время наблюдается увеличение количества зрителей на трибунах, что итальянцев не может не радовать, правда говорят, что в одно время с этим наблюдается уменьшение зрителей на трибунах на матчах серии Б, но в общем можно это как-то и объяснить, в прошлом году в серии Б был Ювентус, а в серии А его не было, поэтому соответственно в серии Б ходили на футбол побольше, а в серии А поменьше за счет болельщиков сверхпопулярного туринского клуба. Но все-таки не только в этом дело, действительно сложно сказать, уже окончательно ли итальянский футбол выздоравливает после всех проблем, и не только коррупционных, не только проблем с фанатами, но кстати в том числе и тех проблем, которые несколько снизили зрелищность итальянского футбола, на мой взгляд, многое изменилось к лучшему, но также и в Италии считают, хотя конечно же не все. Ну и вот посмотрим, как катание себя сегодня проявит в противоборстве с Грандом, с Мега Грандом. Вообще долгое время сицилийских команд в серии А не было, затем появились, да причем в достаточном количестве, это конечно же и Палермо, это конечно же Катания, Мессина, ну Мессины сейчас нет, но все равно была такая команда в серии А. И вот сейчас Палермо и Катания, то есть позволяет такой набор даже осуществлять в сицилийской дерби, которую, увы, порой заканчивается трагически, об этом мы, наверное, сегодня еще вспомним. Составы играющих команд я вам сейчас с удовольствием назову, но правда надо учитывать, что Италия это Италия, здесь могут вывести состав на экран, могут дать состав на самых авторитетных итальянских сайтах, ну а потом в середине первого тайма можно выяснить, что все-таки одно-два изменения есть, так что я заранее прошу прощения. Гости Интер, в воротах Жюлио Сезар, 12-й номер, 16-й Бурдисо, 2-й Кордобо, 23-й Матерация, 6-й Максвелл, 4-й Хавьер Занетти, 19-й Камьясо, 26-й Киву, 11-й Хименес, 8-й Ибрагимович и 9-й Круз. Главный тренер команды Роберто Манчини, нам, кстати, пока его не показывали, ну вот, зато показали. Катание в воротах Политу, 16-й номер, Сардо, 2-й, Сильвестри, 21-й, Ставини, 6-й, Варгас, 7-й, Байоку, 17-й, Эдусей, 8-й, Иско, 13-й, Калуччи, 9-й, Спинези, 24-й, Маскара, 10-й. Ну и главного тренера этой команды я уже вашему вниманию представлял, Сильвия Бальдини. Давайте сперва мы все-таки про Интер поговорим, ну а потом будем знакомиться с Катани. Потому что, я вот честно говорю, довелось, по-моему, один матч Катани видеть целиком, ну и все время по обзорам. А так, понятное дело, что эта команда не так часто попадает по футбольным причинам в центр общественного внимания, потому что она достаточно, ну ни в коем случае не аутсайдеру характер не позволяет, но это середняк. На сегодня Катани занимает 13-е место в итальянской серии А из 20-ти. Ну и, в общем-то, совсем немного впереди Палермо на 5 очков, так что вот еще в чем принципиальность. Если Катани сегодня выиграет, то очков станет 26, а у Палермо, у заклятых соседей 28. Так что тоже вроде бы отставать как и неприлично. Ну вот и будем с Катани знакомиться, тем более, что помимо молодого специалиста, который эту команду тренирует, там есть еще несколько достаточно любопытных фамилий. И Катани – это одна из тех команд, которая в период до заявок в Италии была достаточно активна, в отличие от Интера, который, в общем-то, ограничился определенными приобретениями. По большому счету, серьезное приобретение было одно. Тем дне временем уже нарушение оправил на левом фланге. Варгас сбил соперника, Хименес врезался со всей силы. Но вот сейчас подача, и после этого все-таки давайте поговорим немножечко о том, что из себя представляет нынче состав Катани и каково построение у Интера. Монтини подсказывает, как лучше разыграть, но был бы он на поле, он бы, конечно, разыграл, как положено. Максвелл возле мяча. С левой ноги подавать ему очень удобно, и подавать, и подкручивать, давайте посмотрим. Хорошая какая подача. А вот было здесь нарушение правил. Насел буквально на соперника Златан Ибрагимович. Ибрагимович насел, и таким образом необходимое преимущество себе обеспечил. Ну и Ибрагимович при всем своем классе и таланте вот такими штучками никогда особо не брезговал. Ну а кому-то, если это не нравится, ну что же я сочувствую. Жулио Сезар. Итак, у Интера, как вы, может быть, заметили, достаточно много защитников номинальных на поле. И есть такое подозрение, что сегодня и Хавьер Занетти играет в полузащите. Ну, где-нибудь случалось играть в полузащите. Ну и кроме того, Кристиан Киво играет на позиции опорного Хава. Тоже не исключено. Я не рискну прям так сразу предположить, нужно несколько минут посмотреть. Но такой вариант события очень даже вероятен, потому что у Интера проблемы некоторые с полузащитниками. А Киеву в центре поля уже играть приходилось. Мяч на левом фланге. Маскара с мячом одного обыграл. И продолжает движение вперед. Но нужно с мячом, видимо, расставаться, потому что мы ланцы насели буквально на Маскару. Резкий перевод. Перед Калучи. Не полез вперед. Калучи решил, что у Сардова, у защитника получится лучше. Правый защитник делает передачу вперед. Но в чем можно не сомневаться, так это в том, что Кордова сегодня играет центрального защитника. На флангах у Интера здесь может быть на левом фланге точно Максвелл. На правом, возможно, Бурдиса. Хотя, что любопытно, вообще-то Бурдиса номинальный центральный защитник. И в Аргентине, откуда он родом, жалеет, что в клубе ему приходится играть на фланге, потому что аргентинцы знают Бурдису как очень хорошего центрального защитника. Но центральный защитник вот он. Он великий, ужасный, прекрасный, ну как угодно. Марко Матерас сегодня на поле. Он второй центр Деф. Я думаю, что сомневаться в этом просто смысла нет. Занетти делает передачу на правый фланг, который пока за собой прочно застолбил Хименес. Хименес делает пас вперед. Здесь получается южноамериканское противостояние, причем не имеющее отношения ни к Бразилии, ни к Аргентине, к главным южноамериканским футбольным странам. Раз за разом Варгас, перуанец, сражается с Хименесом, с Чилицем. Один разочек он его уже достаточно жестко встретил. И вот он, Кристиан Киев. В полузащите он абсолютно точно. На какой позиции сказать сложно. Что касается катаний. Здесь четыре защитника Сарды, Сильвестри, Ставини и Варгас. Сильвестри только-только подъехал из Аргентины, из Боки, ниоткуда-нибудь. Давайте за ним наблюдать. Это недавнее приобретение. Четыре защитника, три полузащитника. В центре расположились друг с другом Эдусей, Иско и Байоко. И вообще-то, судя по всему, катаний три номинальных форварда. Передача в центр, Жулио Сезер, разворот, выскакивает, ничего опасного не будет. Так вот, три номинальных форварда. Калуччи, Спинези и Маскара. Но я не исключаю, что крайние, номинально крайние нападающие, это Калуччи и Маскара, все-таки гораздо чаще будут держаться к средней линии, чем к атаке. Если этого потребует футбольная логика. Камбьясо. Сделал передачу в центр Камбьясо. Ибрагимович пробрасывает очень резко мяч вперед, Ибрагимович. Вот этот самый мяч и отобрали. Круф. Суазу и Креско сегодня в запасе остались. Кроме того, есть два защитника еще у Интера. В запасе это Ривос, колумбиец и Салари, который вообще-то и не совсем защитник. Кроме того, имеется два полузащитника. Маниш и Пелия. Ну и вратарь Тольда. Длинный пас вперед. Сразу не получилось. И Катане пытается нащупать какие-то слабые места. Даже не то, чтобы слабое. Найти пространство в игре Интера. Что сделать, кстати говоря, очень непросто. Вот посмотрите. Передача вперед. Ну вот, пожалуйста, так умеет играть Катане. Никого-нибудь, а Ибрагимович вдвоем буквально набросились и оттерли от мяча. Я, кстати, знаете, вынужден извиниться. Я сейчас посмотрел состав внимательнее. Матиас Аргустин Сильвестри, тот самый, который аргентинец. Он в команде-то уже есть, но он сегодня в запасе остался. На поле вышел Кристиан Сильвестрия, который итальянец. Уж больно фамилией, похоже. Но, тем не менее, это не делает Катане менее южноамериканской командой. Здесь четыре аргентинца в составе. Один перуанец, один уругваяц, один бразилец. Неслабо. Это не считая японца и ганса. Передача вперед. Возникает немедленно борьба в центре поля. Ибрагимович глубоко отошел, но, наверное, сегодня Ибрагимович часто, как и всегда, будет в глубь поле смещаться. Там совсем возле чужих ворот есть Хулио Круз. Это, к слову, об аргентинцах, потому что Интер-то вообще сверх-аргентинская команда. Как Интер роскошно играет. Очень красиво. Камбьясо красиво только правила нарушили. Собственно говоря, у Интера, может быть, некоторая игровая цельность на этом и основана. Было время, когда в Интер кто только не попадал. И в плане селекции над Интером и посмеивались. Однако сейчас изобилие легионеров в составе Интера никому особенно не мешает. Да, здесь много легионеров южноамериканских. Те же самые аргентинцы и бразильцы прекрасно уживаются. А главное, стиль получается вполне себе единый, какой-то монолитный. А не то, что кто в лес, кто по дрова, кто за бананами, а кто отдыхать. Нет, все нормально в составе этой южноамериканской команды. Все играют, все друга отлично понимают. Хотя, вроде бы, так посмотришь, действительно собрана команда давным-давно из футболистов Киталии, имеющих непосредственное отношение, ну, разве что живут многие здесь очень давно. А так итальянец на матерации езда. Максвелл. Делает длиннющую передачу. Попытался Хименос прорваться по правому флангу, тут-то его и остановили. Кордова. Сейчас еще один, нужный американец, колумбийец. Передача на правый фланг. Не в первый раз уже, кстати, вот эти подключения Сарга осуществляет крайний защитник правы. Перед матчем очень много по итальянскому телевидению говорили о трагедии, которая год назад в Италии произошла. Я думаю, что вы об этом помните, когда после сицилийского дерби, вот в результате беспорядков погиб офицер полиции Филипп Рачити. Показывали памятник, воздвигнутый в память Филипп Рачити. Это как раз год назад произошло, в прошлом феврале. Занетти. Далеко пришлось уходить. Занетти, матерация. Максвелл. Передача вперед. И пас на левый фланг. Максвелл. Попытался сходу прокинуть мяч мимо Сарда, который его и остановил. Не так часто защитники высокого роста играют на фланге. Бывает, безусловно, но не так, чтобы частое явление. Интер возглавляет турнирную таблицу серии А. У команды 53 очка. У Ромы 48. И это при том, что пока у Интера на одну игру меньше. Вот на эту самую скатание. Если, соответственно, Интер сегодня выиграет, то разрыв будет 8 очков. Был шанс у Рома приблизиться. Однако Рома, после того, как у Интера определенные проблемы возникали. Были очковые потери. Рома очень неудачно съездила в гости к Сиене. Где и проиграла в прошлом туре со счетом 0-3. И вот, пожалуйста, в результате Рома приблизиться к сопернику не смогла. Ювентус 3-й. Фиорентина пока 4-я. 4-я, потому что фиорентийцы снова не сумели выиграть. И Милан по потерянным очкам Фиалов уже обошел. По потерянным. Пока по набранным еще отстает при одной игре в запасе. Об этом тоже еще поговорим. У нас нарушение правил достаточно жесткое сейчас вот в этом эпизоде. Сыграли футболисты Интера. Пас направо. Вспомнил себе полноценная атака с участием трех форвардов. Тут выясняется, что и не только форвардов. Навес. Нет, для Камбьяса это слишком просто. Устроили набег на правый фланг. Сместился сюда Иско. Сарда здесь был вне всякого сомнения. Достаточно сильно ударили Ибрадиловича. Причем так показалось, что по голове ударили достаточно намеренно. Матераци. Пас вперед. Матераци. Не сумел он собирать за сборную в матче с португальцами, как вы, может быть, знаете. Но вот эта значимость марка Матераци для итальянского футболина чуть не уменьшилась. Это показывали, как перед самым началом матча завязываешь на урте, он опустился на колено. Матерация имею в виду. Он вообще-то такой достаточно татуированный человек. У него после того, как он на колено опустился, открылась татуировка на ноге, на бедре. 9 июля 2006 года. Я думаю, что значит эта дата, дата финала чемпионата мира прошлогоднего, уже позапрошлогоднего для всех итальянцев, но и для самого Матерации, все мы прекрасно помним. Киво. Соперника обыграл, играет на Камбьясо. Риск очень передача. Вперед, Ибрагимович. Правила нарушил, считает арбитр. Ибрагимович обижается, это нормально. Он даже не правила нарушил его. Он был в офсайде, которого на самом деле не было. Меч как здорово остановил. Камбьясо. И, пожалуйста, опять подключение защитника. Его никто не атакует. Он бьет, и Сарду на этот раз зарабатывает угловой. Здорово сейчас сыграл Сарду, но сам, по-моему, растерялся. Не оказалось его опекуна, и сами немножечко потерянно выгазали защитники Интера. Они не понимали, кто же должен держать этого человека, который неожиданно оказался на позиции полузащитника. И снова опасный момент. Было положение вне игры или нет? Ну вот вам, пожалуйста, что играют футболисты, что болеют трибуны. Очень страстно. Позже вне игры здесь не было, потому что застрял... Я не вижу, кто именно застрял там на фланге. Кто-то очень высокий, по-моему, чуть ли не Круз. Сезар. Футболисты катания снова жестко встречают. Не дают разбежаться. Этого пока хватает. Три человека в центре орудуют. Эдусей, это как раз очень опытный ганский футболист. Байоко и Иско. Байоко тоже в Италии играет очень давно. Вот Иско, если честно, я знаю похуже. Сейчас выясню, что это за футболист. А, Иско аргентинец. 83-го года рождения. Высокая подача. Пока справляется. Перешел из команды Сан-Тельма. В общем, это не команда высшего аргентинского дивизиона. До этого играл за Альмагро. Но футболист он сравнительно молодой. Ему 24 года. Но он уже давно в Катании, давно на Сицилии. Так что, вне всякого сомнения, освоился. Вообще, аргентинцев становится все больше и больше в Италии. Может быть, скоро будет уже больше, чем в Испании. У очень многих аргентинцев просто итальянские корни. Так что, паспорт оформлять попроще. Понятно. Ибрагимович. Попробовал сделать передачу. Нет, не получилось. Сходу его накрыли. Накрыли. И длинная, резкая передача вперед. Спинези. Спинези когда-то очень давно на заре своей карьеры в Интере находился. Но он не играл, а именно что он находился. Чуть-чуть на замену выходил. А вот теперь снова с Интером играет. Максвелл жестко поставил сопернику лохоть и исконарушил против него правила. Ибрагимович. Ибрагимович. Давайте мы еще раз внимательно посмотрим. Хорошая передача. Ну, может быть, я не думаю, что так же принципиально от кого мяч ушел. 20 минут сыграно в первом тайме. Эдусей. Киву. Занетти. Хименес. Очень долго оттащил вперед мяч. И в конце концов играет на Круза. Ну, Круз вроде бы все делал правильно. Вроде бы мимо Сардо мяч прошел. Но мгновенно сомкнулась. Сицирийская оборона. И дальше мяч попросту не пропустили. Сардо. Очень быстро проходит центр поля футболисты катаний. Причем главным образом фланги. Используя все больше правый. Круз вовремя накрыл Сардо. И может вполне организовать контратаку. Ибрагимович. Как в очень мягкую стенку сыграл в него Круз. Ибрагимович даже в такой сложной ситуации ухитрился сыграть умно. Ибрагимович. К нему соперник мгновенно прилепился. Причем было это Джузеппе Маскара. Номинальный форум вообще-то. И Хименову свою помощь оказывает. Я говорил, что у Интера проблема определенная с полузащитниками есть. И в принципе ни для кого это особенно не новость. Станкович травмирован уже достаточно давно. Так же как травмированный еще один полузащитник Оливье Дакур. Фигу, в общем, не центральный, конечно, полузащитник, но тоже полузащитник. Луч Фигу очень долго травмом себя залечивал. Ну, соответственно, когда такое серьезное повреждение, когда перелом одной из костей ноги, понятно, что человек лечится достаточно долго. Сам Фигу вроде бы обещал, что с катанием он сыграет. В интервью еще сравнительно недавно. Но Манчини перед матчем сказал категорично. И с катанием точно не сыграет. И с Ливерпулем в Лиге Чемпионов вряд ли. Ну, может быть, Фигу немножечко переоценил состояние своего самочувствия. Все-таки Фигу 72-го года рождения, 36 лет. И понятно, что, может быть, в 20 он бы поправился в два раза быстрее. Но сейчас понятно, что торопиться не следует. Хамбьясо. Ну и, кроме того, Патрик Веера дисквалифицировал. Длинная очень передача вперед. Веера вообще достаточно сильно свою команду подвел. Когда Интер встречался с Эмпеле в матче прошлого тура, Веера оставил свою команду в меньшинстве на половину матча, да еще и получил дисквалификацию на два поединка, потому что, уходя, судью обругал. Интер даже не стал подавать апелляцию. Вот теперь приходится обходиться без Патрика Веера, отправив вперед пол в защиту Кристиана Киеву. Ну и два матча, соответственно, без французского хаббека в центре поля. Тут матч с Эмпеле вообще получился очень трудным. Но Интер, в общем, сделал то, что делают команды близкие к чемпионскому титулу. Интер выиграл, даже когда было сложно, и когда игра по большому счету не шла, не получалась. И еще и в меньшинстве. Со счетом 1-0 Интер выиграл. Пенальти единственный забил Златан Абрагимович. Я говорю единственный пенальти, потому что в том матче был еще один пенальти, который, в свою очередь, не забил Луку Саудати. Далкипер Сезар выручил. И вот так в итоге 1-0. Интересная реакция Манчини на оба 11-метровых. Он сказал коротко. Мне кажется, что оба пенальти, и наш, и пенальти, который не забил стабилист Эмпеле Саудати, назначать не следовало. Но поймите, что арбитры тоже люди, ошибаются. Здесь ошибся арбитр обе стороны. Матерации. Камбьясо. Делает передачу на Хавьера Дзанетти. Дзанетти немножко в собственных ногах заплутал, но отправ достаточно быстро забрался. Эдусей. Диско. И снова на правый фланг. Никто мяч не тащит. Все довольно быстро с ним расстаются. Байока. И попытка в касание сыграть чужую штрафную. Футболисты катания, надо сказать, особо-то не миндальничают. Сопернику. Опять Химанесу осталось. Бабах. Шопаем-то по ноге. Вот, по-моему, это Пеле рядом с Манчини. Ну, честно говоря, уже кто только не подшучивал. Он от столь грозной фамилии. Я тоже пытался в свое время, поэтому скажу коротко. На мой взгляд, очень перспективный португальский полузащитник, совсем юный. А у Хименеса, ну, в разочек-то его ударили. Были там определенные проблемы. По-моему, Варгас все начал. Матерация. Очень длинная диагональ. На правый фланг отправляет мяч Марко Матерация. И тот же самый Маскара отработал, вернулся в оборону, помог. В свою очередь Сардо опять помчался по правому флангу, выдрав мяч у Калучи. Эдусей. Варгас. Пытался подключиться по флангу, очень долго бежал. Мяч в итоге упустил. Ну, вот он, пелево ходит. И меняет он Хименеса. Вынужденная замена. Уже Манчини вынужден делать замену. Недавно оба появились в составе Интера, и Хименес, и Пеле. И, в общем-то, что за люди, особенно было непонятно. Поэтому и не особенно прогнозировалось их появление в составе. Но к Хименесу это относится в большей степени, к Пеле чуть в меньшей. В принципе, оба уже доказали, что на уровне Интера играть вполне могут. Хотя, конечно, был бы Пеле таким более значимым. Пеле он бы оказался в центре поля с первых минут, а не скажем Киво. Ну, правда, он не футболист, а все-таки больше созидающий, достаточно мягкий. А Киво сегодня вышел на позицию, ну, если не чистого разрушителя, то все-таки человеку больше склонного атаки соперника останавливать. Киво. Максвелл. На льем фланге. Делает передачу назад. И Жюльо Сезар. Говорили, что у него есть небольшие проблемы со здоровьем. Но я имею в виду Жюльо Сезара. Ну, такие совсем легкие. Однако все-таки на поле он появился. Камбьясо. Попытался сейчас прорваться мимо Иско. Не получилось. Я говорил про проблемы Интера и совсем ничего не сказал про проблемы катания. Это, наверное, несправедливо. Хотя подозреваю, что 90% зрителей, даже, может быть, те, кто за серией периодически следит, футболистов катания знают не очень хорошо. Но, тем не менее, у катания травмирован Сабато. Кроме того, травмирован один из ведущих защитников Тирлиц. Но с ним там какая-то не совсем понятная история. Вроде должен был играть, но не играет. В самом клубе написали, что у него рецидив травмы. У него было повреждение мышцы ноги. Тирлиц один из лидеров обороны. Ну и, кроме того, лидер по полученным желтым карточкам. У него их шесть. И, кроме того, нет сегодня лучшего бомбардира команды уругвайца Мартинеса. С Мартинесом вот что получилось. Он всю неделю тренировался вне основного состава. По специальной программе было у него повреждение. Однако перед вот самым матчем, насколько Тирлиц неожиданно из заявки на матч вывалился, настолько же Мартинес неожиданно туда попал. Все-таки думали, что он еще подлечится. Но нет, он сегодня в запасе. Пять мячей забил Мартинес. Да, конечно, это не какой-то сверх потрясающий результат. Не 14 мячей. Ибрагимовича, который на сегодня лучший бомбардер Интера. Но у каждого, в общем-то, свои масштабы, свои приоритеты. Передача на левый фланг. Очень спокойный и мудро сыграл Хавер Занетти, капитан Интера. Набирает скорость на правом фланге Занетти. Двух человек на себя вытащил. Сделал передачу на Ибрагимовича. Бывает даже такое. Бывает, когда Затан Ибрагимович очень плохо мяч обрабатывает. Ибрагимович хмурится. Но это один из самых, я бы сказал, склонных к театральной игре футболистов в серии А. Здесь обязательные трагические лица и пафосные реплики. Все есть. Но он вообще и игрок артистичный. Человек тоже. Филе. Правила нарушены. Но катание, как только мяч теряет на чужой половине поля, сразу запускает систему мелких фоллов. Действие и таким образом не дает Интеру быстро в контратаку перейти. Матерация. Играет чуть-чуть налево на Максвелла. Кстати, подключений крайних защитников пока очень мало. Бурдису один раз мы видели. Максвелла, по-моему, тоже один раз. Бурдису. Вышел в кромке поля Роберто Манчини. Камбьясо. Пытался коротко Максвелл сыграть на Камбьясо в одном касании. Защитник помешал. Какой Сарду толковый защитник. Чем больше смотрю, тем больше нравится. Но оно может быть, конечно... Вы знаете, иногда посмотришь... Вроде бы здорово человек выглядит. Но надо, конечно, постоянно за ним наблюдать, чтобы какие-то выводы делать. Но вот уже полчаса сыграно. И пока, по сути, всего лишь одна ошибка. Да и та в атаке в центре поля и без каких-либо последствий. А так и в обороне цепка. И в наборствах ход хорош. А еще и в атаку подключается достаточно интересно. Только сказал, Сарду упал и корчится на газоне. Ну вот. Что такое? Ах! Ох! Да, если бы это было не киво, я бы сказал, что это вышло случайно. А так я ничего исключать не буду. Может быть, и не случайно. Коленом сзади попал... Даже если в позвоночник не попал, то сразу неприятно. Но почки вообще... Больно. Круз получает какие-то короткие инструкции от Манчини. Круза пока не видно. Ибрагимович пытается отходить чуть назад. Пытается множество атак организовывать. Кстати, пока без особой пользы для команды. Хотя старается очень. Но к нему мяч попадает часто. А Круз, который держится поближе к чужим воротам, по идее, должен эти атаки развивать и вообще завершать. Вот он практически в кадр не попадает. Ошибка в передаче. На ровном месте получше ошибся. Максвелл. А соперник убежал. Я бы сказал, ускакал. И делает очень длинный пас Максвелл. Есть перехват на чужой половине поля Киво. Он не только жесткий, он может сделать хорошую передачу. Сделает? Нет, не сделает. Уголового тоже не будет у Интера. У Интера ничего не будет сейчас, кроме контратаки на собственные ворота. Не точная была передача. Исково мяч сопернику отдал. Бурдисов. Очень высоко. Ибрагим Вичиноз ошибается в передаче. Исково. Исково. Аккуратный вперед и мгновенный пресс в центре поля. И вновь Кристиан Киво. Может быть, сейчас что-то получится на левом фланге. Ну, вот Варгас подключился. Хорошо играет против Дзанетти. Но, тем не менее, Дзанетти – это слишком серьезный уровень. Навес есть. И снова Дзанетти. Нет, это был Бурдисо. Атака продолжится. Байокко. Исково. Дальний удар поворотом соперника. Хороший удар-то какой. Точнехонький. Чуть-чуть бы пониже. Хотя, так казалось, что все-таки, если бы в девятку, то дотягивался ВССР. Да, дотягивался. Но удар все равно хороший. Исково молодец. Позволили пробить-то. Но хотя с 32 метров не каждый-то и бить решится. И снова атака катания. А их все больше, между прочим. И сейчас можно желтую карточку смело показывать. Кордова получает свое предупреждение. Зашиб он там у кого-то из соперника. При своем сравнительно небольшом росте он очень отличный. Маскара второй. Двумя ногами в период. Хотя, в общем, Маскара, по-моему, больше испугался. Чем действительно получил по ногам. Доворот-то поменьше на 32 метрах. Что-то спросил у соперника Кордова. То есть, что можно спросить в такой ситуации. После того, как ты чуть ноги не оторвал у соперника. Можно сказать, спросить, как ноги. Удар со штрафного. Опять в тот же угол и на полметра выше. Ну, Катания, может быть, чуть не точно, но бьет. А Интерт этого не делает уже достаточно давно. Я говорил о том, что Катания приобрела вот это окно до заявок. В трансферный период. Несколько футболистов. Ну, во-первых, Матиас, Агустин, Сильвестра. Я про него говорил из боки. Заплатили почти 2,5 миллиона евро. 2 миллиона 300 тысяч. Кроме того, из Тривизо пришел бразилец Пиа. И пришел еще один футболист из Аргентины, из Estudiantusa, Пабло Альварес. За него заплатили чуть больше миллиона. Альварес сегодня на скамейке запасных. Иврагимович. Вообще любопытно, что, обратите внимание, укреплялась главным образом оборонительная линия. Два достаточно для Катания весомых дорогих защитников появились. Значит, в целом, обалдение игрой впереди устроено. Его эта игра устраивает. И посмотрите, действительно, она достаточно качественная. Не то, чтобы какая-то там потрясающее вдохновение, но при этом Катания атакует и атакует временами довольно опасно. И это еще при отсутствии лучшего бомбардира. Длинный пас вперед. И Чирополито выходит из ворот. Дальше на левый фланг. Эденсей. Байоко. Делал передачу вперед, но его выжимал уже, продавливал Кордоба. И Байоко решил не рисковать, он мяч отдал. Смотрю я на показатели голевые, показатели нападающих Катани. Ну а что, Мартинес пять мячей, я про это уже говорил. У Маскары четыре мяча, у Спинези три мяча. Это, конечно, мало, но в целом атака, получается, забила. Учитывая, что еще один мяч на счету японца Маримото. Забыло почти пятнадцать мячей. Для середняка не так плохо. Все понемножечку забываю. Ставинин. Еще один центральный защитник и тоже пошел в атаку, если понадобилось. Искуа. В центр делает передачу. Потеря, но под Страховской работает. Байоко. Варгас. Байоко. Маскара. Сардо. Можно было назад, кстати, на Сардо вернуть, но предпочел связаться здесь вот в такую борьбу. Калуччи. Калуччи. Мяч лежит в поле. Максвелл. И продолжит атаковать Катаня. Сардо. Навес. Немножечко неожиданно. Вообще, на самом деле, в целом, Катаня забивает не очень. Много, хоть я отметил, что забивают все форварды. У девятнадцать мячей это меньше, чем у тех, кто находится рядом с Катаней в турнирной таблице. И у Тарины, и у Лацо, и у Леворна. Пропускать не так много, чем, опять-таки, у соседей по турнирной таблице. При этом все-таки укрепляется оборона. Интересно. Иврагенвич. Сборная Швеции вот только-только провела товарищескую встречу на этой неделе с командой Турции. Игра состоялась на стадионе турецкой сборной. И в итоге никто не забил, сыграли со счетом 0-0 команды. Иврагенвич не играл, впереди играли Борг и Розенберг. Но там в том матче вообще главный тренер шведов Лагербек, Ларс Лагербек, проверял многих резервистов. Два мяча на поле вообще не помешало бы шлить. Сарда. Вообще, честно говоря, когда я смотрел составы вот товарищеской игры Турция-Швеция, я почему про шведов говорю? Ну, все-таки соперник скоро играть с этой командой сборной России. Так вот, в составе сборной Швеции в матче с командой Турции играл футболист, который вызовут Кеннеди Бакирчи-Углю. Ну, глобализация. Ну, понятно, что если Ибрагенвич будет здоров, и если он там не повздорит как-то с тренером, то, конечно, будет он в чемпионате Европы играть в основе. Хотя в сборной, кстати, в последние годы Ибрагенвич играет, он не так выразительно и забивает довольно мало. Кросс. Ну, нужно избавляться футболистом Катани, побыстрее от мяча. А как тут избавишься? Посмотрите, как интер прессингует. И вот вам, пожалуйста, Хавиер Занетти. Выбить мяч, даже выбить мяч Ваут не позволил, затем пошел вперед и заработал штрафной. А теперь еще кто-то из футболистов Катани получит желудую карточку. Варгас. Ну, у Варгаса эмоции хлещут. С самого начала встречи видно, как он буквально бьет его, как от электрического тока. Вот Хименеса он уже отправил отдыхать. Но желтую карточку, я так понимаю, он получил даже не за этот фолл, он что-то, видимо, сказал. Штрафной. Высокая очень передача, опасная. Но опасно, если ты нервничаешь, видимо, в воротах. Чемчера Полито даже и не думал заниматься. Спокойно перевел мяч туда, через перекладину. И за лицевую линию, за боковую, не вижу. Как Ставини опекал им Рагиновича. Как надо, опекал. И еще один навес. Чего на этот раз? Что показывает арбитр? Нет, удар от ворот, судя по тому, как Круз грустно потрусил к собственным воротам. Не исключаю, что Круз одна из первых кандидатур на замену. Напоминаю, что Манчини вполне может выпустить как нападающего более атлетичного, более пробивного, то бишь Креспо, так и чуть более, ну как это, фантазиста, чуть более выдумщика с ОАЗа. Хотя нужно ли тут наличие еще одного выдумщика на поле, я уж не знаю. Передача вперед. Баяко. Хорошо бы не нервничать дальше футболистам катания. Вот у Варгаса тут что-то вспыхнуло. В итоге могло это не очень хорошо для катания закончиться. В общем и целом они совершенно интеру футболисты катаний по итогам первого тайма не уступили. Занетти. Круз. Передача вперед. Иврагимович вдвоем его держит. Причем оба футболисты катаний, при этом еще шведы придерживали за форму на всякий случай. Вдвоем. Мяч уходит за боковую линию, ОАЗ до конца тайма остается полторы минуты. Катание с мячом. Я думаю, что сейчас можно вполне статистику уточнить, немножко подводя итоги 45 минут. Кристиан Киво падает. Калучи против него на этот раз нарушил правила, но подсел немножечко. Немножечко, как правило, и хватает, если делать то умеючи. Катание поворотом соперника пробило пять раз и ни разу в створ не попало. Куда больше меня интересует статистика Интера. Может, кого-то из вас она тоже интересует. А статистика такова, что Интер ни разу поворотом соперника не пробил. А ведь действительно ни разу не пробил. Заметьте, ни в створ не попало, а ни разу не пробил. Браво, Катание. Преимущество на стороне Интера у владения мячом совсем небольшое. Если сравнивать игровое время, 53% у Интера против 47% у Катания. Спинези. Нарушение правил со стороны Киву. Кстати, пора бы уже на Румын обратить немножечко внимание Форини. Он все время нарушает правила. Причем Киву не то чтобы элегантно цепляет по ногам, а бьет так бьет уж. Сарду опять подключается в атаку. Навешивает Сарда. От лицевой линии все-таки исхитрился, развернулся, как змейка и пробил. И все, Форина дает свисток. Итак, в матче Катания Интер после первого тайма. Счет пока 0-0 не открыт. По-моему, игра достаточно напряженная, весьма интересная. Давайте отдыхать перерыв. Телеканал Спорт, надеюсь, что в компании вместе с вами. Надеюсь, что после первого тайма никто не разочаровался. Продолжает наблюдать за поединком Катания и Интера. После первого тайма в матче сицилийской команды и лидера нынешнего итальянского чемпионата счет не открыт 0-0. На мой вкус, разочаровываться, в общем, не стоит совсем, потому что игра плотная, интересная. Катания очень старается. И, честно говоря, если второй тайм также проведет Катания, как первый, проблемы у Интера еще будут. Сложно, честно говорить, что Катания пытается с Интером там состязаться в мастерстве или выданке. Это просто глупо и бесполезно. Однако Катания изо всех сил... Вот это Суаза ближний к нам, а вот дальний, тоже темнокожий молодой человек, это Нельсон Ривас. Колумбиец, приехавший в Интер из Риверплейт. Так вот, если Катания продолжит играть и так же, а Катания с успехом состязается с Интером А в желании, В в тактике, В в грамотности, ну и так далее и тому подобное, в атлетизме. И благодаря этому атаки Интера скомканы очень сильно. У Интера в атаке вообще мало что получается. Благодаря этому Катания, может быть, не очень затейливо, но достаточно как-то так симпатично атакует. И, попросту говоря, Катания с Интером играет на равных. Можно даже, если, ну, так сильно захотеть или, например, не любить Интер, сказать, что Катания лучше. Но, с другой стороны, почему не любить? Действительно, чуть получше Катания смотрится. Чуть как-то по слаженней. Такое впечатление, что просто команда лучше представляет, как вот играть в данной конкретной встрече. Но, может быть, понятное дело, что у Интера так уж особо на каждую Катанию готовится. Времени не хватит. Есть и более важные поединки. С другой стороны, в Интере тоже, конечно же, профессионалы. С третьей стороны, для Катания и поединок с Интером, это, конечно, событие. Ибрагимович с мячом на правом фланге. Против него Варгас. Ну, Варгас сколько уже народу затоптал, а Ибрагимович это затопчет тем более. Ну, хотел еще добавить, что, как правило, для того, чтобы Ибрагимовича уронить, достаточно мимо пробежать. Но в данном конкретном случае, конечно, сбился, верно, Варгас. Фарина на всякий случай отгоняет футболиста Интера чуть-чуть подальше. Это Кристиан Киву. И как только выполнят футболисты Интера вот этот штрафной, 28 метров до ворота, Киву превосходная левая нога, может поворотом пробить. Назову составы играющих команд. Чуть попозже. Киву. Подача есть. Ни разу не будет опасной атаки вот в этом эпизоде. Итак, катание против Интера. Составы играющих команд. Интер. В воротах 12 номер Джулио Сезар. 16-й Бурдисо. 2-й Кордова. 23-й Матерация. 6-й Максвелл. 4-й Хавер Занетти. 19-й Камбьясо. 26-й Киву. 11-й был Хименес. Сместо него появился Пелеп под 30-м номером. 8-й Ибрагимович. 9-й Круз. Манчинник главный тренер. Эдусей. Выносит мяч вперед. И может быть катание проведет быструю атаку. Быструю вряд ли, но атаку точно проведет. Катание. В воротах Политу 16-й номер. Сардо 2-й. Сильвестри 21-й. Ставини 6-й. Варгас 7-й. Байоку 17-й. Дусей 8-й. Иску 13-й. Калучи 9-й. Спинези 24-й. Маскара 10-й. Балдиник главный тренер. Стефана Фарина судит сегодняшнюю встречу. Как обычно уверенно, как обычно без ошибок. Пеле. Сделал передачу вперед на Ибрагимовича. Ибрагимович фалит еще более лихо, чем фалят на нем самом. Ставини на этот раз затолкал. Но они регулярно, дружоком, сталкиваются. При подаче угловых так вообще регулярно. Практически в каждом таком эпизоде, как только следует подача, либо Ибрагимович сверху прыгает на своего соперника, либо Ставини держит Ибрагимовича. Бурдисо. Бросает мяч далеко вперед. Аргентинец. Хорошая возможность для атаки у Катани. Налево. Маскара. Пытается соперника обыграть. Бурдисо не получается. Выполнить подачу еще можно. И вот сейчас можно. И подача есть. Ну, наверное, все-таки можно было и более опасно. Но играешь-то против Финтера. Эдусей. Варгас. Варгас. Потащил мяч еще дальше. И снова против него Бурдисо. Варгас. Варгас. Застряли, завязли в этой атаке на левом фланге и доигрались. Мяч потеряли футболисты Катани. Положение вне игры было у Варгаса вот в этом эпизоде. Хотя, по сути, не делал передачу ведь Калучи. Совсем все было по-другому. Он соперника обыгрывал. И действительно его толкнули в лицо. Ну, Варгасу, может быть, стоило вообще в сторону отойти, чтобы показать, что он в этом эпизоде как бы и не участвует. Пиле бьет Байоко. Ну, а я Калучи назвал его мягким игроком. Ну, значит, напрасно сделал такой вывод по итогам пары матчей. Затем Байоко еще и добавляет. Кстати, в запасе есть у Катани очень хороший футболиста Деско. Выступающий в серии А, я уж не знаю, сколько лет. Ему сейчас 32 года. В свое время, я прекрасно это помню, он очень прилично, очень хорошо, как-то очень основательно играл в составе Реджина. Может быть, мы увидим сегодня его на поле. Пиле. Переволни чуть-чуть спокойно на левый фланг. Круз вывернулся из подзащитника. Круз дальше движется, а Катани отбивается. Круз. Фарина свисток дает. Стало быть, офсайд у аргентинца. Ну, я не думаю, что поднятый вверх палец. Это был комплимент в адрес Фарины. Скорее всего, благодарность партнеру за передачу. Ну, было, конечно, положение в негре. Ибрагимович. Занетти. Ибрагимович. Занетти. Гурдисо. Против Варгаса. Бросил соперника через колено. Очень уверенно. Варгас. Подача. Опять возле мяча Акива. Как положено. Под левой ногой у него снаряд. Хорошая, отличная подача. И атака продолжится на этом. Круза только руками не размахивает. Фарина показывает, что можно играть. Футболисты Интера показывали, что была игра рукой. В результате как насчет контратаки. Она будет. Будет, будет. Снова Маскара на левом фланге. Надвигается он на Киеву. Попытался обыграть. Роман сверх надежно действует и очень спокойно. Даже более живое начало у нас. Это было в первом тайме. Ну, по-моему, Интер начинает уже раздражать вот такое сопротивление. Катани. Мяч на левом фланге. И еще один офсайд. Положение вне игры у Спинези. Ну, такой очень спорный офсайд. Правда, сейчас частенько пытаются арбитры перестраховаться. Правда, какой-то интересный эпизод. Я не думаю, что здесь была игра рукой. Спинези вообще спиной находился к бьющему. Передача Ибрагимовича. Маскара. Одусей. Прошел на фланг. Ушел от Ибрагимовича. И только потом сделал передачу. Достаточно своевременно. Круз. Что такое было. Варгас прерывает эту передачу. Круза. Маскара. Круз очень хорошо проводит этот сезон. Пусть он футболист уже возрастной. Забивает ногу. Действует очень полезно. Но сегодня пока не то, чтобы плохо он играет. Пока практически никак. Не играет. Передача чуть-чуть назад. Суаза. Передача на левый фланг. Байоко. С мячом. Здесь же неугомонный. Варгас абсолютно опять сталкивается с Бурдисо. Пытается обыграть Бурдисо. Здесь уже ничего не поделаешь. Можно попробовать заработать с угловой. Что, по-моему, Варгас и сделал в конечном итоге. Кого заменит Суазу? Ну, вряд ли, у Врагина лучше. Нет, углового нет. Лез просто аут. Байоко. Варгас. Как обыграл-то? Здорово. Обманул. Причем, посмотрите, двумя финтами абсолютно роскошными. Байоко. И дальше играет Байоко. Я не сумел здесь за мяч зацепиться. Партнер по атаке. Придется возвращаться и отбиваться. Снова мелкий фолк. И лес запинали втроем. Ну, что, в конечном итоге. В принципе, застрив атаки, если захотеть, можно желтую карточку показать. Замена. Вторая уже у Интера. Киву. Как интересно. Клаза меняет Кристиану Киву. Который в центре разрушался в досталь. А как же сейчас Интер будет играть? Три форварда у Интера. Посмотрим. Ну вот, показывает нам регулярно Манчини. Его помощник Синиша Михайлович тоже все время рядом оказывается. Но у Катани теперь наступает трудное время, потому что сейчас Интер, конечно, будет сжать. Не могу сказать, что там хочется за катанию болеть или еще что-то. Но, конечно, команда, которая очень старательно и грамотно на равных бьется с фаворитом, она всегда какую-то симпатию вызывает. Матерация ударили по ногам, причем сыграли против Матерации достаточно грязно. Сделал это Спинези. Ну и Балдини, какая-то саркастическая усмешка на лице. По словам Балдини, у его команды появлялись дополнительные возможности из-за того, что игроки многие Интера были в сборной и сравнительно недавно вернулись в расположение команды. Спинези продолжает демонстрировать образец фэр-плей, схватился за спину, увидел, что атака продолжилась и сразу по своей спине забыл. Высокий класс, высокий. Пас направо. Иско. И навес. Здесь Сезар, он так просто мимо себя мяч не пропустит. Как теперь будет играть Ибрагимовик. Сейчас он вроде бы пытается почаще выдвигаться в атаку, а не в центре поля финтить и чудо-передачи пытаться раздавать. Ибрагимович второй форвард по результативности на сегодня в серии А. Первый Давид Трезиге, которого Роман Доминик вообще непонятно почему в сборной Франции не вызывает. Какая-то уже такая мания, вроде как у Араганеса, Рауля сборная не играет. А вот второй Ибрагимович, третий мутый с Фиорентиной. Смотрим. И снова Варгас. Очень сложный момент, честно говоря. Может быть мяч действительно от Варгаса ушел. Да, по-моему, последним все-таки мяч зацепил Варгас. Который уже поселился на левом краю атаки. Как бы вот эти его подключения боком не вышли к Атане. Еще один свежий человек появился в составе у Интера. Суазо. Сейчас до мяча Суазо не успевает добежать. 58-я минута. Пока выбивает мяч. Валтик от трудолюбивой катания Чиро Полито. В поле скажу вам про пару любопытных трансферных слухов, которые появились. Ну, в общем, не так сложно перечислять трансферные слухи, связанные с Интером. Потому что их много и они очень часто любопытные. Ибрагимович. Падает Ибрагимович. Что такое? Форина считает, что не было нарушения правил. Смотрим. А и правда не было. При этом Ибрагимович на самом деле не симулировал его. Он споткнулся о ногу после того, как мяч уже у него выделил. Кордова. Так вот, спросили у Роберто Манчини, что он думает по поводу покупки. Это Альберто Аквелани. Очень талантливого хабберка из Ромы. Были такие слухи. Манчини сказал, что ничего он по этому поводу не думает. Потому что не верит, что Рома такого футболиста отпустит. Наверное, в чем-то он и прав. Аквелани воспитание, Аквелани очень хорошее. Хотя, безусловно, пока еще не раскрылся этот футболист. Это там на 20% своих возможностей. Ну и кроме того, карьера Делосера написала, что Интер и Ювентус сцепились в борьбе за Серфио Агвера. Это, безусловно, любопытно. Агвера действующий контракт. Достаточно долгостройство с мадридским Атлетико. Но захотят ли его приобрести? Это будет очень дорого. Вообще, в связке Ибрагимовича Агвера два фантастически талантливых футболиста с ужасающим характером. Это интересно. Варгас передачу делает. Выпрыгнули чуть ли не все защитники Интера, а мяч с ним низом пошел. Ибрагимович снова в центре. Пасует налево Ибрагимович. Сарда вовремя Круза прикрыл, так что придется Интеру разворачивать атаку в другую сторону. Ах, как здорово сейчас играет Катаня. Даже когда, когда они играют здорово, не получается того, чтобы вот это здорово уже в какой-то класс все-таки преобразовать. Иска здорово прошел. Действительно, хорошо, талантливо, интересно. Ну, все, передача не получилась. Спинезия сплеснулся с Ибрагимовичем на сегодняшний раз. Сильвестрия, но все равно сплеснулся. Штрафной. Играть еще около полчаса. Длинный пас вперед, и мяч спокойненько газон покидает. Эдусей. Посматривается. Эдусей делает передачу на Маскару. Маскару. Двух человек обыграл, правда вперед совершенно не продвинулся. Эдусей. Отличный пас. Скинуть бы мяч как следует. Скидка есть, и прострел есть. Падение. Что, Фарина? За симуляцию. Маскаре за симуляцию. Жека Маскара упал в единоборстве с Бургису. Давайте смотреть. Отсюда не видно. Отсюда. Вот смотрите, Бургису мяч выбил. После чего запутался в его ногах Маскаре. Маскаре показывал, что умышленно Бургису его к мячу не пускал. Однако вряд ли был смысл так делать аргентинцу. Во-первых, партнер страховал по атаке. Во-вторых, уже мяч слишком далеко был от Маскаре. Так что, скорее всего, симуляция, да. Суазо. Идет вперед Суазо. Варгас. Очень хорошо играет перуанец. Но немножечко он агрессивен, не в меру. Но, может быть, это и достоинство. Атака 4 в 3 у Катани. Великолепная возможность. Байоко. Маскаре. Она уже не 4 в 3. Она уже медленная. Не решился на вертикальный обостряющий пас Байоко. Маскаре. Пас в центр. Вот это хорошо. Дальше что будет? Дальше Варгас. И подача. Слишком просто для такого голкипера, как Жолио Сеза. Между тем, атак все интереснее и интереснее. О Катани, но и Интер играет совсем неплохо. Что любопытно, пока ни у одной команды нет ударов в створ ворот. Суазо. Там забыли. Совсем забыли Ибрагимовича. Сардо. Суазо. Удар. Почти ошибся вот в этом эпизоде. Почти. Дальше Раполито. Ну, в общем, кто там автор штампа немножко не считается. Помните, старик Катабу штампа, в общем-то, говорит. Катабу штампа, в центре поля. У Катани пока никаких замен не было. Высоченный навес с правого фланга. Продолжится атака. Или завершится? Завершится. Бурдис не растерялся даже вот в такой сложной обстановке. Ибрагимович. Передача с фланга. Удар поворотом. Гол. Гол забивает Интер. Вот он класс. Но ведь Интер сегодня играет достаточно плохо, да? И соперник хорош. Причем соперник такой упорный, с характером, с желанием. Класс Интера сказывается. Хавьер Дзанетти. Какая фантастическая умница Хавьер Дзанетти. Варгас все-таки соперника упустил. А вообще положение вне игры здесь было. Было здесь положение вне игры. Но, конечно, после матча многое припомнят. Интеру. Чисто по-человечески катанию, конечно, жалко. Да, ну и положение вне игры. Давайте еще раз смотреть. Здесь нет. Вот здесь. Оно у двух футболистов сразу. Но, в общем, нет никакой уже теперь разницы. Об этом надо говорить после матча. А Интер все равно хорош. Потому что вырывать нужные мячи, даже когда игра не получается, я об этом же раза три сказал, скажу еще разочек, это прежде всего то, что нужно чемпиону. Отличная подача с фланга. Хавьер Дзанетти. Ну, еще ошибка арбитра помогла. В результате 1-0. И вот теперь нужно думать катании о том, как же уже игру спасать. Катания с декабря не выигрывала. Так что еще одно поражение катании совершенно ни к чему. Длинный пас вперед. Мартинес. Ведущий форвард сейчас на поле появится. Эдисей. Иско. Эдисей. Сейчас на фланг. И дальше атака развивается. Варгас. Можно к Варгасу ряд вопросов, конечно, рисовать. Ну, например, а почему у Хавьер Дзанетти остался один? Ведь Хавьер Дзанетти не высокий футболист, а не самый прыгучий. Это была именно позиция Варгаса, который почему-то метался в районе Варатаска. Жузе Покалуччи совершенно незаметный во втором тайме, хотя исправно помогавший Иско в центре поля был заменен. Байоко. Я думаю, что не очень видел Байоко, куда делает передачу. Жулио Созер с мячом. Остается играть 24 минуты. Коротко еще скажу, что в качестве последних трансферных новостей из Интера, но опять-таки слухов. Ибрагимович. Отличный пас. Но Суазо. Суазо. 2-0. 2-0. И, судя по всему, вот это чисто. И это уже полный, полный триумф Интера. Ибрагимович все-таки сделал, воспользовался разреженным пространством. Вот он, Златан Ибрагимович, с мячом. Пас. Не было здесь никакого положения вне игры. Ох, Сардо, Сардо. Это именно он застрял. Именно он позволил сделать вот этот пас. Ну и Суазо все сделал великолепно. Вправо ушел, вратаря обыграл. 2-0. И теперь, учитывая, что Катане при всей своей грамотности и старательности еще ни одного удара в створ соперника не нанесла в створ ворот, теперь будет очень сложно Интеру. Так вот, ну давайте все-таки о слухах закончим. Еще там про Росси говорят и Кварежму. Достаточно тоже много о том, что, возможно, купят, попробуют купить этих футболистов Интер. Росси, это который Джузеппе играет в Вильяреале. Но, правда, у Интера и без того подбор в атаке великолепный. Сардо. Варгас. Варгас с мячом. Элисей. Тяжелая комфорка Катане ожидает, я не исключаю. Команда вот этих последних неудач, немножечко сползла вниз в турнирной таблице. В прошлом году Катане вообще чудом удержалось в серии. А, ну как чудом? В укорной борьбе Катане встретилось с Кьево. Кьево обыграл. Сумел. Причем тогда еще другой тренинг, с Катане работал, Марина. Вот состав Катане сумел справиться с Кьево и отправил Кьево в серию «Б». Причем забили вышедшие на замену фумбалисты вот эти мячи в составе Катане. Решающий гол забил тогда Фауста Рассини, которого в итоге Катане перед началом этого сезона и решило продать. Но он не очень много забивал, и даже такой вот важный исторический мяч ему не помог. Маниш сейчас на поле появится. Я говорил о том, что Катане было чрезвычайно активно на трансферном рынке, а Интер совершенно неактивен. Из значимых таких переходов, ну, Адриану поехал в Сан-Полу в Бразилию, в аренду, а Маниш, наоборот, в аренду был взят у мадридского атлетика. Сейчас, кстати, этот полузащитник на поле и появится, но я допускаю, что полупровоза российских болельщиков, он не вызывает приятных воспоминаний, особенно болельщиков московского «Динамо», но при этом, наверное, никто не будет отрицать, что футболист Маниш очень хороший. Длинная передача вперед. Ибрагимович. Выступил коров, выставил корпус, и Ленсей перелетел через этот корпус. Замена. Глатан Ибрагимович уверенно ругается с арбитром, между тем именно его и меняется сейчас. Безжалостный Ибрагимович, засвистывает, но все-таки свисти-не свисти. Голевой пас сделал. Голевой пас очень многое решивший. Еще и лайнсмена что-то сказал, Замена Ибрагимович. Ну как же без этого? Немножко похудел, по-моему, Маниш. Ну почему-то так кажется. Это ходит за предели поля. Давайте посмотрим, какие встречи в ближайшее время предстоят и Интеру, и Катане. У Интера три удара. В створ ворот соперника. Четыре удара всего. Три в створ ворот. И два забитые мячи. Отличный показатель. Хотя, все-таки я не хотел бы объяснять этот успех Интера ошибкой Форины, которая была вот связана с положением вне игры. Но, тем не менее, вот про этот эпизод тоже забывать не стал бы. Сардо пытался обыграть Максвелла. В итоге захрамал. Катане с мячом на правом фланге. Сдаваться Катане не собирается. Вот сейчас Кордли Мартинес все немножечко поджал, придавил. Неплохо так получилось. Суазо. Маниш. Занетти. Занетти в чужое штрафное уже. Занетти. Передача. Практически в ту же самую точку, с которой Камбьяс забивал первый мяч. Но теперь не было не только офсайда, но и никого из друзей и партнеров по Интеру. Достаточно хитрый играл в этом эпизоде Занетти. Вот, пожалуйста, и Пабло Альварес появился на поле. Балдин уже прощупывает какие-то и на будущее варианты. Интеру следующий проединок проводить 16-го числа с Ливорно. Ну а затем 19-го числа надо ехать в Англию на Энселт и играть там с Ливерпулем в рамках матча Лиги Чемпионов. Сегодня Ливерпуль играл с Челси, сыграл в мячу 0-0. Мне довелось посмотреть второй тайм. Так получилось второй тайм и только уединка. Достаточно скучная игра была. Борьбы много, моментов почти не было. Определенно есть кризис у Ливерпуля вот на сегодня. Не очень ладится игра. Все-таки мне кажется, что в этой паре интерфаворит. Не то, чтобы, конечно, безусловно, нет. Ливерпуль слишком опытная, классная и кубковая команда для того, чтобы даже у лидера и чемпиона серии А были явные шансы на победу. Но все-таки интерфаворит. У другой миланской команды, конечно, так видится, что проблем будет больше. И Арсенал нынче на ходу, и проблемы у Милана с прогнированными хватает. Ну а что касается третьей итальянской команды, там вообще, так сказать, довольно сложно. Что-то определенное. Особенно после того, как Реал в последнем туре выступил. Просто фантастически хотелось проиграть в Мире. Но правда, Ирлана тоже в последнем туре выступила, съездил Арсенал. Ну посмотрим. Передача на правый фланг. Иско. Эдусей. Варгас. Делает передачу вперед. Мартинес. Там ясо. Перехватывает мяч с Уазо. Через правый фланг. Теперь пытается длинными передачами больше Интер играть, хотя контратак, по сути, пока практически не получается. Ну и катание. Ну и катание. Катание после матча с Интером. Поездка в Флоренции в гости к Фиорентине. Дальше Эмпали в гостях, потом Тома с Миланом. Ну, один матч лучше другого. Календарь, он довольно неприятный. Против Сильвестрия нарушает правила. Сделал это Маниш. Ну, если катание с успехом фалило на чужой половине поля, почему бы это и не делать теперь на половине поля соперника Интера. Ну и ждем очередную волну возмущения, ну, как бы так сказать, не болельщиков Интера, которые считают, что многовато ошибок в пользу Юландцев в этом сезоне совершают. Ну, я все-таки пока не склонен видеть в этом какую-то тенденцию, но в целом ошибки в пользу Интера были в этом сезоне такие достаточно заметные. Не то, чтобы прямо там чередой следовали, были. Удар поворотом. С другой стороны, фаворит на той фаворит, чтобы, во-первых, в его пользу случались ошибки, и каждая такая ошибка обсуждалась особо мурно. Роберто Мачини очень недоволен. Хотя пока, в принципе, все идет так, как шло на протяжении 77 с половиной минут. Катани очень старательно атакует, но пока этой старательностью класс Интера пробить не может. Как бы она могла сделать на протяжении больше половины матча. Половины матча. Не больше половины, а больше части. Да, вне всякого сомнения играл сегодня Катани только так, как и можно было с Интером играть. И свою программу максимум выполнила. Но при всей своей старательности, при всей своей симпатичности, опасных моментов, ведь возле ворот Интера их не было. Как, правда, не было и опасных моментов возле ворот Катани до поры до времени. Но все равно, пока вот два мяча не были забиты, еще раз скажу, тактические катания Интер даже где-то и переигрывало. И играло лучше. Ну, а с другой стороны, кому теперь это интересно? Передача вперед. Суазо. С мячом Суазо. Отличный пас на Манише. Манише. Чуть-чуть назад. Как сыграл на колеску. Иско. Байоко. Байоко. Эдисей. Мартинес. Четырех человек обыграл. При этом продвижения вперед не было вообще. Теперь еще и мяч потерял. Байоко. Жесточай. Шестых. Даже не знал, что Манише так умеет. Байоко. Байоко. Келе. Нарушения правил не было. Манише. Камьесо. Кордова. Очень далеко. Просто выносится уже мяч. Мартинес. Он в центре поля играет пока не в атаке. Но там в центре поля образовался, естественно, определенный дефицит. Хавьбеков после ухода Калуччи. А форвардов как был достаточно, так и осталось. Пас на правый фланг. Навес. Есть навес. И удар подойдет, дело поворотом. Не дойдет. Камьесо. Вот кто, кстати, отличный проводит сезон. Камьесо. Он еще и достаточно много важных мячей забивает при этом. Камьесо. И еще одно нарушение права. Сразу сбили с ног. Вот как они заверели там. Даже не знаю, что это комментирует. Просто посмотрите и послушайте. Кстати, Катания и Интер. Полуфиналисты Кубка Италии. В одной второй финала Интер встретится с римским Лацо. Катания с другой римской командой. С Ромой. Первые матчи 16 апреля пройдут на Катане. В стадионах Интера и Ромы. Значит, на Казе Кумиации и Олимпийском стадионе, соответственно. Ответный матч 7 мая. Понятно. Конечно, очень понятно. Разочарование болельщиков. Посмотрим этот эпизод. Мартинус заблокировал удар. Разочарование болельщиков Катания. И вроде бы команда сделала все, что могла. И упрекнуть никого не в чем. А проиграли. Ну, можно Фарину, что они наверняка и сделали. Катани накануне вот этого поединка вспоминали матч 61-го года. Когда сумело Катани обыграть соперников со счетом 2-1. И, ну, болельщики, может быть, Интера со стажем. Помню, что в конечном итоге это стоило Интера студента. Но это уж было более давно. Карина разрешает сделать замену. Сейчас появится Инасио Жао Батиста Пия. Бразилец. Довольно молодой футболист 82-го года. Хотя в серии очень давно. Практически с 18 лет. Рекорд у него был в серии B в матче за Аскали. Он забил за сезон 13 мячей. Ну, в общем, не густо. А в серии А, получается, вообще забил только один гол. Еще выступая за Аталанта. Ну, это сейчас, наверное, не так уж важно. Важно то, как он сумеет или, например, не сумеет вписаться в состав команды. Он тоже, между прочим, приобретение вот этого трансферного окна. Очень длинный пас вперед. Теле. Через все поле Вардос подхватывает. Нарушение правил против Суаза, уверен, Фарина. Тременно обрадовались, естественно, этому факту. Получил в свой адрес. А в середине порцию ругать есть Фарина. А против Суаза правил действительно нарушены. Извини, все еще зачем-то схватили. Давайте посмотрим, как этот штрафной будет выполнен. Не очень он был выполнен, но Пеле продолжает вперед рваться. Здесь не будет контратаки, просто потому что Интер большими силами уже не атакует. Пиа. Искор. Через левый фланг рвался, а Суаза-то и вернулся, и подстраховал. У Арбиса мяч убивает. Как я уже говорил, этим матчем завершается тур. Кроме того, в поединках от сегодняшнего и Тура были зафиксированы следующие результаты. Начинаем с матча, который состоялся в Удине. Удинеза Ювентус 2-1. Мауро Камаронези наконец-то вернулся. До исхода забил очень важный для Ювентуса мяч. Тарина Палермова 3-1. Амаури забил и удалился. Димителе забил два раза. Как известно, сейчас Амаури получает таленское гражданство. А может появиться в составе сборной Италии. Самдори на поле. 2-0 в пользу Самдори. Леворно Дженуа. 1-1. Там ничья. Эмполи Лассо. 1-0. Выиграл Эмполи. Удинеза Ювентус забил. Калери Парма. Тоже ничья. 1-1. Милансиена. 1-0. Чем атака закончится? Нет. Угар в руки. Вертарев. Единственный мяч за Милан забил полоски. Молодой нападающий, который уже давно появляется в составе втором в Примаверии. Ну, в составе юношеском, молодежном. Который уже забивал за Милан. Но это были матчи кубковые. Вот теперь забил и в серии А. Это что касается поединков сегодняшних. Кроме того, вчера Рома выиграла у Реджина 2-0. Аталант сыграл в ничью с Фиорентиной 2-2. Аталант сыграл в ничью с Фиорентиной 2-2. Пас в центр. Эдисей. Нет, ничего здесь не получится. Просто не успеет из-под мяча добежать. Варгас. Очередное его подключение. Закончится тем, что вполне могли футболисты Интера контратаку организовать. Но Круз сегодня немножечко то ли не в форме. Ну, словом, не здорово играет. У Катани по-прежнему ни одного удара в створ ворот нет у соперника. Хотя всего таких ударов уже семь. Семь, да вот только все мимо. Суазо. Суазо с мячом делает передачу на Маниш. Тот в касание не глядя. Камьясо. Маниш. Бурдюсо. Матерация. Чрезвычайно длинный пас. Но он проходит этот пас. И на фланг дальше Суазо. Здесь еще в очередной раз от Занетти забыли, по-моему, на фланге. Забыли. А вот Ибрагилович попробовал бы отдать. Пожадничал Суазо. Занетти, кстати, вполне даже свой сегодняшний гол заслужил. Иском. Мартинес. Попытка сыграет на Варгаса. Бурдюсо надежен. На этой неделе Милана сыграет на Джузеппе Миац, на Сансиро. Отложенный поединок с Ливорно. Кроме того, в субботу один из самых интересных матчей второго круга. К Ювентусу в гости приедет Рома. Этот матч Телеканал Спорт обязательно покажет. Круз уже в чужой штрафной. Бить будет. И бил правильно, в абсолютно мертвую для галкипера зону. В штангу бабахнул. Посмотрите, стал приседать на колено вот сейчас галкипер. Однако это совершенно не смутило Круза. Он пробил вот как раз туда. Тот угол, закрыть который не было у Полито никакой возможности. Отлично Круз сыграл, отлично пробил. Ну вот, не забил. Мартинес. Мартинес, Матератса обыграл. Дальше движется Мартинес. О, Рабона называется. Дальняя нога из-под ближней и в итоге никуда. Ну это уж совсем пижонство. Нет, бывают такие эпизоды, когда футболисты просто не могут по-другому сыграть. И тогда вот таким образом действуем. Ну, если ты Марадона, то бывает и обострение таким образом. Я говорю Марадона, просто мне вот впервые довелось такой трюк увидеть именно в исполнении великого Диего Армандо Марадона. Эдусей. Эдусей делает передачу направо. Мартинес. Никаких ударов. Камбьясо. Суазо. Его ударили по ногам. Желтая карточка получается. И три минуты Фарина добавляет к основному времени этого матча. Мартинес продолжает гоняться за заперниками, за хольером Занетти. Матераци. Суазо. Нарушение правил. Эдусей. Короткий проход вперед. И вполне может аукнуться вот эта потеря Эдусея. Контратаку. Немножко Суазо передерживает мяч. Но понятно, что сейчас нет задачи забить во что бы то ни стало. Но все-таки чересчур усердствует. Матераци. Матераци. Половина добавленного времени из цикла. Бурдисо. Думаю, неразумно будет утверждать, что мы с вами посмотрели какой-то выдающийся матч. Матч был вполне рабочим и типичным. Очень грамотная, очень старательная команда. Команда, которая играла с большим желанием, пробовала обыграть фаворита. Для того, чтобы получилось, нужно было еще, чтобы немножечко повезло. Но в итоге, наоборот, немножечко не повезло. И Интер выиграл. Чем дальше, тем меньше остается. В общем, сомнений в том, что все-таки Интер сильнейшая команда этого сезона в Италии. И пусть чемпионаты полноценные, все-таки многие команды вот только сейчас начинают немножечко приходить в себя. В том смысле, что, ну, в Милане там свои проблемы со сменой поколений, определенные они есть. Но, может быть, кому-то покажется, что и не проблемы, потому что, судя по всему, в зону Лиги чемпионов миланцы будут. Ювентус, наоборот, вот восстанавливается после испытаний серии «Б». Рома пока так и не сумела сделать еще один шаг к игровой стабильности, симпатичной, к стабильности вообще, к стабильности во всем, что касается набирания очков. Ну, а Фиорентина просто молодая, талантливая команда. Все. Свисток Интер выиграл в гостях у Катани 2-0 и продолжает лидировать в итальянском чемпионате. Вместе с вами футбол смотрел Владимир Стагниенко. Всего хорошего. Смотрите матчи серии «А» на телеканале «Спорт». До свидания и удачи. «А» на телеканале «Спорт».